В Тверской области в этом году выросло количество краж автомобилей. Только за минувшие 8 месяцев правоохранительные органы зарегистрировали 119 фактов преступлений. Если говорить о статистике за прошлый год, то за аналогичный период с улиц региона пропали 97 машин. О том, на что надо обратить внимание, чтобы не стать жертвой угонщиков, а также чтобы не купить краденый автомобиль, в нашем следующем материале. Чаще всего автоугонщики уводят из железных коней с парковок, торговых центров или из дворов многоэтажек. Через какое-то время автомобиль появляется на сайтах объявлений с другими идентификационными номерами или вовсе в ином цвете. Мошенники под видом собственников благополучно реализуют такие авто. Этот мужчина присматривает себе иномарку уже несколько недель. Мы поинтересовались у него, на что он в первую очередь обращает внимание. Смотрю на техническое состояние автомобиля, на его внешний вид. Какие-то там небольшие окрасы автомобиля меня не смущают. Больше, например, если автомобиль уже был в какой-то более серьезной аварии, для меня это будет критично. Не так страшно купить битый автомобиль, говорят специалисты. Куда больше проблем ждет нового собственника угнанной иномарки. При регистрации автомобиля всегда особое внимание в ВИН-номерам. Как правило, его всегда можно обнаружить под капотом. А где еще он может содержаться? Есть еще дублирующие номера. Наклейка 20-й используется на автомобиле. Также это как дублирующий номер будет. Он должен абсолютно совпадать с тем номером, который выбит на самом кузове. Всегда есть каталожные номера на самих деталях. То есть такие, как ремень, например. Менеджеры автосалона, которые знают всю кухню купли-продажи, советуют первым делом сверять цифры. Те, что в документах с цифрами, выбитыми на кузове и на дублирующих табличках. Как правило, если на продаже стоит украденное авто, у него будет изменен ВИН-номер. Только заметит это не покупатель, а специалист при постановке на учет. В большей степени используют какую-то одну букву. То есть одну букву можно полное совпадение шрифта сделать. Конечно, эксперт, да, он видит любой такой признак перебитого именно номера, вплоть до того. Он визуально это как бы просто определяет, посмотрит, у него будут какие-то сомнения. Сомнений достаточно, чтобы автомобиль был отправлен на экспертизу. Тогда покупатель останется без колес и без денег. Поэтому специалисты говорят, распознать мошенника можно сразу. Внимание на цену. Она часто гораздо ниже рыночной. На осмотр нечестный продавец приглашает поздним вечером, когда темно. Так сложнее разглядеть то, что может вызвать вопросы. А порой бывает и разглядеть нечего. Номер-то заводской. Под документы, которые бумажного носителя изготавливаются они, ну там те же типографии, еще что-то. Номер будет как заводской, он будет заводской только от другого автомобиля. Это клонирование автомобиля будет. То есть один и тот же автомобиль будет ездить в разных углах государства. В топе угнанных автомобилей бюджетные корейские и дорогие японские на марке ходовые модели. Возраст авто в среднем до трех лет. Наибольшей популярностью у преступников пользуются внедорожники премиум класса, а также седаны бизнес класса. И не спасают в этом деле никакие новомодные сигнализации. Самой надежной защитой считается все-таки механическая. Это, как правило, блокиратор на руль, либо на коробку передач. Казалось бы, такой простой замок взломать преступникам не так-то и просто. Приходится затратить очень много времени, что в их деле довольно-таки важно. Зато умные сигнализации, в том числе спутниковые, которыми зачастую оснащаются автомобили премиум класса, тоже перестали быть препятствием. Машинники идут в ногу со временем. Отмычки давно заменила техника. Гаджеты и программы, которые подберут код для любого ключа. Чтобы не лишиться железного коня, грамотно защитить и не отдать свои кровные закраденные авто, нужно включать внимательность и советоваться со специалистами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!